Бьюти-студия Муза Это обучение по макияжу Николаева Евгения Косметолог с 14-летним стажем работы в бьюти-индустрии Юлия Мэрилес Практикующий стилист, шоппинг-гид Елена Веденеева Сертифицированный тет-обцелитель Студия красоты Лина Мартин Это место, в котором творится красота Луиза Шакирова Астролог, психолог, который поможет вам ответить на многие вопросы Квики-шоп Это бутик яркой, модной и современной женской одежды Школа-студия красоты Бэкстейдж Это место, где работают индивидуально Габриэль Салон красоты и косметологии бизнес-класса С полным спектром услуг Женский клуб Дама Трев Приглашает милых дам на регулярные занятия Кабаре Стрекоза Это бар, наполненный вашими эротическими фантазиями Сеть салонов Персона 15 лет на профессиональном рынке И оказывает более 100 видов услуг Высокого качества по оптимальным ценам Семейный клуб Любящие сердца Это место, где каждый сможет найти занятия по своему интересу Данинби – это секретный рецепт для красоты вашей кожи На основе корня 6-летнего красного женьшеня Женский фитнес-клуб Мир Леди Фит Это территория женского здоровья, грации и красоты Студия познания тела Мандала – это уникальное место в Уфе Здравствуйте, дорогие телезрители Мы начинаем последнюю решающую неделю Реалити проекта «Идеальная женщина» Шестой сезон на канале М-Телевизион Что ждет наших участниц на этой неделе? Их ждут большое количество экзаменов Не зря ли прошли эти 4 месяца? Да, конечно, не зря В этом мы, надеюсь, убедимся на этой неделе Смотрим! Если кто-то считает, что путь к сердцу мужчины Лежит только через его желудок Она крупно ошибается К нашему сердцу можно проникнуть также Через красивый восточный танец Сегодня мы с вами погрузимся В удивительный мир восточных танцев Я вас постараюсь научить А вы постарайтесь в силу мою информацию У тебя впитать И все это отдать мне с такой прям 100% отдачей Хорошо? Меня зовут Таня Я ваш педагог-хореограф Начнем? Хорошо Мы начнем с разминки Наклоняем голову направо Налево Вперед Подбородок прижимаем к грудни И аккуратно назад Угу Направо Вперед Налево Назад И соединяем по кругу Кладем голову к правому плечку Ручкой аккуратно сверху давим Вперед Подбородок опять же прижимаем к груди Налево И аккуратно на нас Голову поднимаем И переходим к плечикам Вверх-вниз Теперь поочередно назад Правая Левая Теперь ручки Разводим на ширину плеч Ладошки смотрят вниз И давайте перейдем к первому восточному движению Которое, наверное, все знают Это волна руками Я объясняю, как она делается Мы только что с вами делали на разминке Движение плечики поочередно назад Теперь направо Только грудь бедра на месте остались Обратно Налево Обратно Направо Налево Направо Налево Теперь еще одно упражнение разберем Тоже, наверное, которое все знают Это тряска грудью Мы опять разводим красивые длинные ручки И начинаем Вот как сейчас вот это упражнение делали Точно так же грудь направо Налево Направо Налево Но при этом мы стараемся бедра удержать на месте Ручки опускаем Ножки теперь на ширине плеч немножко И наклоняем корпус направо При этом весь тело перешел на правую ножку Налево Направо Налево Ручки добавляем Возвращаемся в сходное положение Переходим ниже Животик Тоже распространенное движение Называется акценты с животом Можно встать немножко в диагональ Ну, налево, допустим, все вместе встанем Чтобы было одинаково И начинаем работать с животиком На вдохе мы живот втягиваем На выдохе резко его расслабляем Вдох Выдох Лучше это, конечно, делать за счет работы мышцы Для чего? И нужно прокачивать мышцы живота Потому что если вы будете так активно дышать То у вас через минуту уже голова закружится Возвращаемся обратно Ручки можно опять на бедра И начинаем как раз таки работать бедрами Бедрышко направо Налево Теперь давайте соединим Направо бедро Вперед Налево Назад Направо Вперед Налево Назад Налево Ручки у нас опускаются Ручки у нас опускаются вперед Когда корпус поднимается Ручки разводятся Еще раз Вперед Вниз Вот Движение называется бочка Нетрудно догадаться Потому что наши бедра Прорисовывают огромную бочку Угу Нет, какие вам молодцы Первое занятие Уже все так хорошо получается Угу И еще раз Поднимаемся Можно в голове представить Что у вас на полу Прорисована восьмерка И вам нужно ее бедрами Прорисовать Давайте опять справа бедра начинаем Бедро правое Разворачивается вперед Опять же Можно представить Что вы Косточками бедра Прорисовываете восьмерку Поехали дальше Бедро выводится вперед Дальше Выдвигается направо В этот момент Правое бедро разворачивается назад Видите, уже левое спереди Теперь нам нужно левое вывести Вперед Налево Назад Опять правое спереди Правое Левое Вот такая зажигательная Крутая музыка Всем спасибо Семейный клуб Любящие сердца Это место, где каждый сможет найти занятия по своему интересу Лучшие современные тенденции для взрослых и детей собраны теперь в одном месте Доступные цены при высоком качестве услуг Фитнес, танцы, вокал, детский центр развития Спортивные секции, кабинет массажа, имидж консультирования, психолог, сексолог, мастер фэн-шуй и многое другое Наши контакты Уфа, улица Аманатая, 12 Телефон 2-16-45-31 Или 8-917-7-3-8-0 Сегодня в семейном клубе «Любящие сердца» у нас было занятие по восточным танцам Мы выучили несколько движений, но, к сожалению, не успели пройти весь танец Я с удовольствием схожу в клуб «Любящие сердца» для того, чтобы продолжить обучение Здравствуйте Меня зовут Анастасия Мурыгина Мне 25 лет Я люблю читать книги, ходить в кино, бывать в новых местах, узнавать что-то новое На проект я иду за новыми знаниями, хочу стать лучше и, конечно, хочу победить У нас сегодня с вами последнее занятие И я больше сегодня решила посвятить, наконец-таки, астрологии То есть все это время я вас вела в плане психологии не по линии психологии как таковой А тихонечко подводила к астрологии То есть что такое астропсихология, да? Это астрология плюс работа с подсознанием С сознанием наших непонятных вещей, которые кажутся непонятными, которые помогают раскрывать астрологию Самые главные азы в астрологии То есть мы все знаем, да, кто там по знаку Зодиака Там 12 знаков Зодиака Это у нас Все это знаем И очень часто в бульварной прессе И мы так рассуждаем Я овен, я такая Значит, вот если все родились Например, в апреле Значит, все овны и все встали в это стадо Мы все такие Если мы там тельцы, мы здесь стоим все такие Это далеко не так Потому что астрология – это абсолютно личное стечение звезд на тот момент, когда вы родились Вот вы родились и так сложились звезды Вот они собрались там в такую кучку Кроме знаков Зодиака, которые всем известны, есть еще дома Домов тоже 12, как и знаков Зодиака Чтобы понимать немножко, что такое натальная карта Нужно понимать, что кроме знаков Зодиака Домов, есть важные самые дома И взаимоотношения между этими домами Сейчас мы с вами поподробнее Вот у вас у всех Я составила прогнозные карты на следующий год И сейчас я вам подробно по вашим картам Вы попробуйте сами уже понять, что вас ждет в следующем году Итак, девочки Самые важные моменты в гороскопе Надо смотреть то, где находится солнце в гороскопе То есть это солнечный знак Зодиака Посмотрите на свои карты и посмотрите Вы увидите, что солнце находится там И в значке в том, кто вы есть по гороскопу То есть солнечный знак Зодиака В простой натальной карте мы смотрим, где у нас солнце То есть солнце означает эго, я Что я хочу, что я представляю из себя А луна означает наше подсознательное Наши инстинкты Наши внутренние сомнения Какие-то наши чувства, которые другим непонятны Часто они непонятны нам самим Гороскоп нам помогает понять вот этот тоже аспект Дальше есть самые важные дома в гороскопе Вот первый дом, первый дом и седьмой дом Это первый дом, это я А это, например, ты, возьмем, обозначим ты Но вообще это как партнеры Сюда входят кто, значит, ты Супруг, друг, враг, партнер по бизнесу Подруга какая-то Значит, дальше важные дома идут, да Четвертый дом и десятый Четвертый дом Это я, то есть как бы семья, мой дом Некоторые из вас уже знают, кто они, какой у них знак на асценденте Например, на асценденте у нас вот этот скорпион, да А что это значит, девочки? Вот асцендент, да, вот когда уже, когда, ну, можете где-то поумничать, да Если вам интересно будет потом Значит, асцендент это знак, например, вы, например, сами там по гороскопу, ну, например Ну, ладно, телец, пусть будет На асценденте скорпион То есть это что значит? Первое время, пока вы находитесь в незнакомой ситуации Вы ведете себя как скорпион Это минут 10 первых, которые вы По знаку на асценденте можно определить, как человек выглядит, не веди его Вот Дашу, например Я имя даже ее не знала, потом спросила, как вас зовут То есть потом она сказала, Даша, я... То есть по вот этому знаку можно вот здесь увидеть Не видеть человека, иметь представление, как он будет Блондинка, брюнетка, крашеная, не крашеная Какого цвета глаза, телосложение какое, характер А как ведет в незнакомой ситуации Вот этот вот знак То есть это то, как мы ведем себя в незнакомой ситуации Сегодня мы с вами разобрали азы натальной карты и прогнозной карты Дома вы посмотрите и попробуете уже полностью расшифровать ваши карты Если вам это будет интересно А я думаю, вам это будет всем интересно И дальше, пожалуйста, добро пожаловать в интересный мир астрологии Спасибо Луиза Шакирова Астролог, психолог, который поможет вам ответить на многие вопросы Мы часто слышим, так сложились звезды Что же это значит? Теперь это уже не загадка Это скорее подсказка, которая поможет понять И, что самое главное, прояснить многие вопросы нашей души, наших мыслей Астропсихология помогает разобраться в причинах наших проблем Подскажет, как с ними справиться, куда двигаться и к чему стремиться Это путь к самопознанию 8-917-360-0026 Сегодня мы с Луизой Шакировой разбирали наши натальные карты и прогноз на будущий год Мне безумно очень все понравилось Очень многое стало понятно из астрологии За что ей большое спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok